Нормально 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 Все распрощались с танками на сегодня, по крайней мере. Ну пусть они живы. Без танков ни одна война. Про танки, ну да. А сейчас я уже докладывал вам, где имел честь служить, и начать две песни из той поры, посвященные имени на этом патриоте. Даже три, даже четыре. Первая песня. Бойцам этого подразделения посвященные. Очень нервная песня. Любимую женщину посвящается. Сбился. Сейчас, 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 про женщину обязательно вспомню. Нелегальная разведка, поэтому все тут нелегально и имена измененные. В какой безразличном стране заграничной, в одном из огромных чужих городов Живёт неизвестный, живёт мистер Джексон, он Джексон и он же, майор Иванов. Живёт неизвестный, живёт мистер Джексон, он Джексон и он же, майор Иванов. Чтоб быть в русле жизни, он делает бизнес, он враг коммунизма, он в общем аскет. Как все за границей, он ходит молиться, а где-то хранится его партбилет. Как все за границей, он ходит молиться, а где-то хранится его партбилет. И не за награду, и виллу с оградой, на риск каждым утром тот мистер идёт. А где-то в Ростове, а может, в Обскове, а может, на Волге семья его ждёт. И может так статься, что им не дождаться, когда он с работы вернётся домой. А просто однажды придут к ним и скажут, он долг выполняя, погиб как герой. Так в какой безразличной стране заграничной, в одном из огромных чужих городов живёт неизвестный. До срока живёт, до часа икс живёт мистер Джексон, он Джексон и он же, майор Иванов. Ну и сто тысяч дорог позади, и снова далёко-далёко, а что там ещё впереди? Дорога, 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 ты сердце своё успокои, Напрасно, напрасно тревога, у нас просто адрес такой. Дорога, 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 у нас просто адрес такой. Дорога, 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 я выйду живым из огня А если погибну до срока, останется после меня Дорога, 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 останется после меня Дорога, 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 сто тысяч дорог позади И снова далёко-далёко, а что там ещё впереди? Дорога, 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 а что там ещё впереди? Дорога, дорога, дорога. Продолжаю ту же самую серию. От Капула и до Вашингтона Побродяжничать выпало нам Корабли, самолёты, вагоны То пожары, то вспышки, реклам Обними на прощание друга Где увидеться вновь суждено Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Расставание не повод для грусти Просто новых событий виток И речное не высохнет устье Если будет надёжен исток И за гранью полярного круга И в пустыне, где всё сожжено Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Наши женщины пусть не стареют Дожидаясь нас дальних дорог А друзья, даже если сидеют То не позже, не раньше, а в срок И пока что гитара подруга С неуёмной душой заодно Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Из речей молчаливо прощание Пусть удача поможет ему Вот уходит твой друг на задание Был бы легче идти самому Будет утро туманное раннее И грачиных сумятица стай Вот уходит твой друг на задание Ты удачи ему пожелай Пожелай ему точного выброса Струп надёжность и верный расчёт Из трясиной болотистой выбраться Если ветер туда занесёт Совершить, что задумано ранее Что на карты штабные легло Вот уходит твой друг на задание Пожелай, чтоб ему повезло И в сражениях незримых, невидимых На фронтах необъявленных войн Пусть свинец его минет стремительный И победой закончат с собой Пусть вернётся ветрами Овеянный, закалённый в огне и в дыму Друг надёжный, товарищ проверенный Пожелай прощения ему А на завтра звонки телефонные Поздней ночью поднимут тебя И помчится машина разгонная По проспектам, которые спят Пусть судьбы не предскажешь заранее Но с последним пожатием рук Другу скажешь ты сам на прощание До свидания, мы встретимся, друг Пусть судьбы не предскажешь заранее Но с последним пожатием рук Другу скажешь ты сам на прощание До свидания, мы встретимся, друг Спасибо Значит Касаясь темы отечественной войны С вашего разрешения оттуда Великой отечественной войны Отечественной Я не признаю, как мой отец не признал Никакая Вторая мировая Где все оказались победителями Все на Красную площадь собрались И левые, и правые, и белые, и красные И фашисты, и сионисты, и бог знает кто Все-таки наши отцы и наши деды Победили в отечественной войне Мировая нам Не тогда и не сейчас Абсолютно была не нужна Поэтому Песни она К юбилею Писала, к юбилею Дня Победы Две песни Они Вы их легко узнаете Потому что мотив у них Известный, старый Старые, хорошие песни Но вот у меня такой Дурацкий Привычка такая Брать хорошие песни И коверкать их Вот Ну вот так просто Ну первая Песня Не столы настоящие Украшают наш дом На снарядные ящики Плащ-палатку кладем По ста грамм нам положено Фронтовой наш паек Вот и банка порожняя Наливай-ка проток За сторонку за русскую Выпьем этот бокал С той нехитрой закускою Что союзник прислал За землянку уютную Фонаря огонек За машину попутную Что идет на восток Выпьем мы за товарищей За друзей боевых Что прошли сквозь пожарища И остались в живых А за тех, что не дожили Пап в жестоком бою Молча мы, как положено Выпьем водку свою А за тех, что не дожили Пап в жестоком бою Молча мы, как положено Выпьем водку свою Мы вернемся счастливыми Кончив долгий поход Будут девушки милые Нас встречать у ворот Пап в жестоке И, что было загадано Пусть исполнится в срок Пусть горит за туманами Дорогой огонек И, что было загадано Пусть исполнится в срок Пусть горит за туманами Золотой огонём Местолы настоящие Украшают наш дом На снарядные ящики Плащ-палатку кладём За землянку уютную Фонаря огонём За машину попутную Наливай-ка, браток Она называет словно земляки Земляки-то не мои, я в Москве родился Но я давно живу там, в Луховицах Рядом Коломна, где у меня много Огурцы были, нет огурцов уже Как памятник поставили, огурец кривой на бочке сидит Всё, огурцов в Луховицах нет Теперь гибриды, потому что не надо таких расходов Их скупают тут азеры, которые туда приезжают И у бабок у этих, которые... Ну, в общем, нет огурца Всё У нас еда, как памятник поставить, значит, того нет уже И человек исчезнет Вот памятники, смотрите Да, а больше ничего не нужно А были японские в Луховицах огурчики Игорь, огурцы там есть? Нет, там Луховицах огурцов Огурцов полно, но это не Луховицкий огурец Луховицкий есть? Нету там? Есть! Клянусь, нету там огурцов Я же помню их вкус Есть! Ну, может быть, и отдельно взяток Но так оптово, когда вот от Луховиц до Москвы По Рязанке огурцами в Луховицком был завален Всё, Васильевске Памятник-то есть, значит, огурцы есть Там было интереснее Там почему знали? Памятник поставили лет пять назад Там была такая забавная картинка Я нафотографирую, у меня есть Значит, там стоял на перекрёстке Луховицком, бочку поставили здоровую там В человеческий рост Такой же огурец такой, малосольный или солёный Не важно, не поймёшь какой Но через дорогу стоял память Пушкина Стоял вот так вот Пушкин С похмельной физиономией Глядел через дорогу Там поток пешком не пройдёшь На эту бочку с рассолом, с малосольным огурцом Сейчас Пушкина убрали Поставили там Макдональдс А Пушкина тащили куда-то там далеко Да, Макдональдс, куда никто не ходит Ну, огурцы по плату, может быть, да Ещё выращивают Но так их долго Там же на привозной воде, на навозе выращивают Сейчас ни того, ни другого нету Поэтому гибриды быстро А гибриды привезли откуда-то там С востока, там они быстро Вот правильно А эти Но когда солили тогда Горцы Луховицка, они взрывались А эти рвутся вот Лошаря Но не важно, не бог делал Дело в том, что земляки там У меня предки лежат Отец там похоронен Я там лягу на дофамильном кладбище Там у нас такое И земляки у меня теперь там Хотя я говорю, я там Уже 60 лет живу в Москве Я считаю, что земляки Тяжёлая судьба у артиллерийского училища Коломенского, знаете, всё героическое училище Ускоренные курсы Под немецкие танки с гранатами Потому что пушки не было, стреляли Ложились они Расформировали Табуреткины, до него ещё это началось Расформировали всё это Никому не нужна артиллерия Десантный факультет Военно-морской там Артиллерия нужна везде Теперь ничего нет Остался союз десантников там Местный Но земляки остались Все живущие там Очень много афганцев в городе Коломен С одним из них председателем В Афганистане Он в одном полку А я вести их отрядом И там земляки по Афгану ещё оказались Так что вот Песня «Ко дню победы» написана Называют «Земляки» Или «Возвращение» Ну поймёте Вот ждал бы кто И стоило, чтобы возвращаться Живым ещё лучше возвратиться Но если никто тебя дома не ждёт Уже это, конечно, не партия Не провисся Откитли мы Любые Любые Дорогие Близкие люди И это не ждали Перфугались Когда мы вернулись От вот такого В большом количестве Поэтому это вот Самое главное Чтобы ждали Такая песня Обниму я берёзу руками Припаду к белоснежной коре Я так долго Топтал сапогами Пыль и пепел дорог на войне Обниму я берёзу родную С незажившим рубцом на стволе В сорок первом Ты встретила пулю Что была предназначена мне А там, где мой дом Там, где мой дом Скоро сирень Зацветёт в палисаде Там, где мой дом Там, где мой дом Помнят ли там О солдате Автомат Запылённый в походах Сняв с плеча Положу на земле И лицо От солёного пота Я отмою В студённом ключе Я дошёл От Москвы до Берлина Я до Эльбы Дошёл Атаки И в огне Прикрывали мне спину Дорогие мои земляки Там, где мой дом Там, где мой дом Скоро сирень Зацветёт в палисаде Там, где мой дом Там, где мой дом Помнят ли там О солдате Вот стою На зелёной опушке Надо мною Звенит тишина Не грохочут Ни танки, ни пушки И закончилась эта война А за рощей Раскинулись дали С непокрытой стою головой На груди моей пара медалей Орден славы и шрам пулевой А за рощей Раскинулись дали С непокрытой стою головой На груди моей пара медалей Орден славы и шрам пулевой А там, где мой дом, там, где мой дом, Скоро сирень расцветёт в палисаде. Там, где мой дом, там, где мой дом, Умняк ли там о солдате? Там, где мой дом, там, где мой дом, Берёжу и грустя о солдате. Я, с вашим решением, старые песни, они... Я всегда говорю, что я переделаю, я же говорил о том, что люблю там всё, что не запомнил, то дописывать. Старая военная песня с Афганистана, она очень... Это те песни, которые я очень любил. Отец мой привёз трофейный баян-аккордеон, играть он там, без басов, чего-то, да, но он эти песни пел. Они на пластинке, в исполнении Утёсово были, тогда крутился патефон, тоже трофейный, во дворе на Таганке все собирались, там, слушали песни, подвойные песни. Но вот эта песня переделка понятна. Это называлась песенка фронтового шофёра, там, на войне, на Большой Великой Отечественной. Не, пока я не буду. Сейчас попозже. Поставь, пожалуйста, я поднял. Спасибо. Ну, а там Афган, там колонны. Такая же, в общем-то, мутата, как и у водителя. Не знаешь, где взорвётся, где тебя вообще, будет ли чего похоронить какие-нибудь, чего-то. Ноги отрежут, руки отрежут. Но это страшная вещь. Я бы памятник поставил, не так, как ставили обелиски, там, вдоль дороги, скаты сгоревшие, камазы. А, кстати, у Калинкина, он, где он, убежал, Калинкин, у него есть замечательная песня, называется «Колонны идиот». Через перевалы и долины, сквозь огонь снарядов и гранат, мы вели колонны вдоль погорным склонам, от кундуза и нафа и забатых. Путь дороги Афганистана, сквозь огонь и засады душманов. А помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. Путь до Файзабада, между прочим, был, друзья, нелёгок и нескор. Шли два дня, две ночи, трудно было очень, но водитель не глушил мотор. Эх, путь дороги Афганистана, сквозь огонь и засада душманов. А помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. Может быть, в союзе неким лицом. Эти песни будут не в намёк, но не позабудем, если живы будем. Мы афганских выжженных дорог, их путь дороги Афганистана. Да не страшны нам засады душманов, ведь помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А на бронетранспортерах сидят все пьяные. У офицеров всегда есть водка или спирт. А что у солдата. Ну, она шита, да? Когда говорят мне, говорили генерал некоторые Все вернулись наркоманы оттуда и мародеры Я говорю наркоманы Почему? Ну нету промедола у солдат У офицеров у нас спецназ не был промедол Зато было 150 штук ампул с морфи у меня И она не метряса И ждал ее в кабуху А приехал врачу нашему И тот был рядом Не знаю куда они потом делись там А промедол, ну не заходил до нас промедол Какой промедол? Водка А солдат вот так Пять километров скорость движения Он сидит одуревший от жары И у него впереди ползет трал Полминный Потом идут собаки, саперы А фугас ты не найдешь в этом упаковке И где под кем рванет Неизвестно Поэтому Иди с надеждой на вертолетчиков Которые успеют вовремя задавить эту засаду Еще чего-нибудь Небесные князья вертолетов Лучшие братья были Все там летал на вертолетах и ползал Но низкий поклон Вот про вертолетчиков На мотив тоже широкой известной песни Высоскота Не было времени мотиву касать Просто нам нужны были слова Здесь вам не равнина Здесь климат иной Здесь горы вершины и солнечный зной И медленно по серпантину колонна ползет Опять засада А ну держись Дешевле копейки стоит жизнь И только случай решает Кому повезет Опять засада А ну держись Дешевле копейки стоит жизнь И только случай решает Кому повезет Броня БТР раскалена Ему недолгая жизнь дана До первой мины До первой РПГ А ты не машина Ты человек Глядит в четырнадцатый век Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ Гудит под пулями броня Пытает смерть достать тебя Ты ей ни раз, ни два в глаза глядел Но сквозь пороховой туман Ты слышишь гром и вой душман И землю пробили десятки огненных стрел Но сквозь пороховой туман Ты слышишь гром и рев душман И землю пробили десятки огненных стрел Знакомый рокот в уши бьет Над нами боевой вертолет А ну-ка теперь посмотрим, чья возьмет Пускай ты летчик, а не бог Больше бога ты сделать смог Спасибо, дружище, за нами не пропадет Пускай ты летчик, а не бог Больше бога ты сделать смог Спасибо, дружище, за нами не пропадет Мы тоже выручим не раз тебя Как ты сегодня нас И выпьем не раз за дружеским столом С тобой за тех, кто не дожил Кто не допел, не долюбил И никогда не забудем мы о ком С тобой за тех, кто не дожил Кто не допел, не долюбил И никогда не забудем мы о ком Здесь на войне, как на войне Здесь дружба ценится вот войне А потому за дружбу второй бокал За нас с тобой, за дом родной За этот день, за этот бой И даже черт с ним за этот Афганистан За нас с тобой, за дом родной За этот день, за этот бой И даже чёрт с ним за этот Афганистан. И войны нет без вертолётов. Ура! 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 Ну вот и песня про вертолётчиков ещё. У меня по братиму был, погиб, Вадим Бурага. Правый с восьмёрки, старший лейтенант. Эта песня была написана в «Новогоднюю ночь» 82-83 года. На боевых листах все перепились, но я написал только в сей день этом. Вот, к сожалению, оказалось, как бы, там некоторые слова. И в том же году он погиб, сгорел живьём, при постановке «Мин с воздуха», ну, вместе с КМС. Вот опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей. А внизу страна Афганистанья Разбеглась в квадратиках полей. А внизу страна Афганистанья Разбеглась в квадратиках полей. И не верь, спокойствие ты вечное, Вот уже к тебе под облака. Тянутся прерывистые встречные Огненные трассы до шика. И кому судьба какая в выпаде, Предсказать заранее не берись. Нам не всем ракетой алой высветят Право на посадку и на жизнь. Ни к чему гаданья и пророчества, И о прошлом тоже не жалей. Но опять летим мы на задание, Режут небо кромки лопастей. И опять земля Афганистанья Разбеглась в квадратиках полей. И опять земля Афганистанья Разбеглась в квадратиках полей. Пашка по кличке Блистер, Фамилия Васачи, Ставший лейтенант с 24-й. Его не пускали в союз, Он в полку, эскадрилья не пускали в союз долго-долго. Он еще в сроке перелетал, Потому что он замполитого полка морду набил. Он такой решительный был. Человек, и вы к полетам не допускали, еще куда-то. Не-не-не, Блистер, Паша был Блистер. Он совершил то, что от него не ожидали. Он вперед нас поехал в отпуск, и на Новый год, уже знал адреса, приехал на Новый год, и наши жены, пять человек, друзья там были, получили поздравления от нас, в телеграмму получили поздравительные. Они обалдели, а Пашка молчал, пока не вернулся, он просто сам. Ну это вот, понимаете, когда сам не пишешь, письма не идут, а он туда, и тоже в телеграмму. Под Новый год прям. Потом выпустили, после того, как командиру Ишбата, морду набил, капитально. Причем так, зуб у него такой, он нарывал долго рука у Пашки, что он там летать, когда уже выпустили, он просто не мог просто. Ну потом ничем, у меня ему замазали все, здоровый был такой сибиряк, начали. Все песни об этом. Называют письмо другу вертолетчику из города Файзабада, в город Кундуз, где центр зоны был. Ну а дальше все понятно, замов моих звали Васи Юра, по диверсии по контрразведке. Мы... И был какой-то праздник, по-моему, октябрьский, что ли. Был снег уже, ничего не летало, водка кончилась давно, самогон еще не гнали. Брагу я сам расстрелял солдат, чтобы не построили себе все из автомата. Они плакали, рыдали, потому что я стрелял. Говорят, не так, командир, стреляешь? Столитровая армейская фляга, там браг. Когда я нашел, я сверху это дал там. То есть дырки, три штуки сверху, три с него донышко, все вытекло нафиг. Он говорит, только стрелял бы горизонтально, говорит, командир, там и литр двадцать еще осталось. Ничего не было. Ну да, протирать там еще, скажи, там чего не было. Брага. У меня был печальный опыт, они из РК воды на строй поставили брагу, потом кровью все, все там, не за столом будет сказано, весь туалет выращивали. Понимаю, вообще ничего не было, ничего. До полка не на чем ехать, бензина там, нет, как всегда, не завели в полку. Женщин тоже двенадцать километров, они же в полку. Вот три сидят, там тридцать бойцов, и ему три офицера, значит. И я пишу письмо Пашке, и жду, если он его допустит с полетом, он прилетит и точно привезет водки из Кундуза. Приедет сам, бензин наскребем, на Б3 привезу ее на виллу, и мы там... А не водка, так спир всегда там, шасси. Красивое название, против обледенительной жидкости. Килограммами мерилось все это вот. Ну, колпаки там, чтобы не леденеть. На, вот такой письмо. Ну, это тоже, вы знаете, это письмо сельхозтехники Высоцкого, мотив такой. Здравствуй, Паша, милый друг. Мы из Бадакшана, по первых строках письма, всем вам шлем привет. Здесь у нас зима вокруг, Мерзнут, аж душманы. И вот уже две недели, вертолетов нет. Даже праздники прошли, как-то не по-русски. Ну, чаю выпили ведро, и дремать пошли. Но ты представь только себе, целый стол закуски, но не то что водки, браги не нашли. К сожалению, снег занес, горы и долины. А то б мы сгоняли в Пакистан, взяли б кишмиша. Но бензин у нас здесь всяк, и стоят машины, и даже на Майдоне нету ни шиша. Вася снова занемог, не встает с кровати. По ночам в бреду орет, братцы, бросим пить. Да уж, парень, приезжай в гости, Бога ради, и спирт привози. Может, хоть с тобою бросит он дуреть. Ну, что о женщинах сказать? Мы их не видали? Их в полку ты знаешь сам, явный недовоз. Не сказать, что мы без них уж очень мы скучали. Но здесь сырепствует болезнь. Сперматоксикоз. Паш, как твоя рука? Зажила, наверное. Видно, зуб отравлен был, что в него попал. У кого другого в раз началась гангрена? Но это же радость для всех нас, что ты такой амбал. Пас, скажи, допущен ли снова ты к полетам? И еще сбирался ты съездить в СССР? Не отпустит, приезжай, да черстим с вертолетом. Мы тебе подарим здесь новый БТР. Я пока письмо писал, Вась пробудился. Прочитал и стал вопить хуже, чем вчера. Мол, зачем конкретные, называю лица, мол, внебрачных связей нету в дыра. Так что строчки про любовь мне пришлось замазать. Ну, ты привет там передай, знаешь сам кому. Надоест вот по горам под Оршанским лазать, плечу тогда уж сам лично обниму. Юра тоже стал читать, писать, мол, привет, ребята. И такое написал, хрен, что ли, сберешь. В общем, мне за нас двоих отдуваться надо. Но он теперь непьющий человек. Чего я с него возьмешь? Что ж, до встречи, мужики, закругляться надо. Скорый вечер, и в горах начали стрелять. Еще раз большой привет всем из Файзабада. До свидания. Идем службу проверять. В новогоднюю ночь, вот когда было написано «Летим на задание», там еще одну написал песню. Правда, дописывать уже пришлось. Бумагу привез с собой, дописывать здесь. Это вальс. Называется вальс четвертого года войны. Тоже вертолетчиком. И нам. Мы там праздновали этот Новый год вместе с вертолетом. Гиви. Вообще-то его Гиви звали, хотя и Володя Соловьев фамилия была, там, борттехник. Он нарядился парашютом, приклеил в мочалке борту такую, челму намотал из того же парашюта. Комульток такой, метр двадцать шестигранный ствол там этот древний 14 века нацепил. На шее повесил новые ботинки, выдали летные только-только. И в такой меня пьяного стал будить. Там, инжибио, там, духи. Я пистолет, пистолет меня забрали. Я посмотрю, кто это только чучело стоит. А это Гиви. Потом фотографируем все это, остались фотографии. Ну, и на счастье наше приехала продащица военторга. Ничего не летает, нас стал звать Людмила. Мастер спорта по лыжам. Но красивее ни до кого не было у нас, и не видели мы никого. Так что пока не устал, не танцевали до упада. Вот такой вальс топая, пока писал на салфетках вальсом. На боевых лесках. Не слышно, Небесо Кружится Снег над крышей Затянут В облаках Полночный Посвод Звучит Случайный вальс Над модулем Притихшим И под его Матерь Входит старый год. Звучит Звучит Случайный вальс Над модулем Притихшим И под его Матив Уходит Старый Год. Что было В том году Дороги до дороги Да сережет Горячего песка Да новые друзья И старые тревоги И мины под ногой, и пули у виска. И новые друзья, и старые тревоги, И мины под ногой, и пули у виска. С гвоздя гитару снял усталый вертолётчик, Настроил в унисон с аккордами души. И добрый старый вальс среди афганской ночи, И мысли, и сердца звёзды закружил. И добрый старый вальс среди афганской ночи, И мысли, и сердца звёзды закружил. Плывёт, качаясь вальс над древними горами, Не ведая, не слушая войны, Не ведая границ, мы грезим наяву. Любимыми глазами пожатьем нежных рук И шорохом ресниц, мы грезим наяву. Любимыми глазами пожатьем нежных рук И шорохом ресниц, пусть голос твой охрип, Но нету в звуках фальши кончающийся год. Мне зарастёт мыльём, играй, пилот, играй. То, что будет дальше, а мы тебе сейчас Тихонько подпоём. Ночь коротка, спят облака, И лежит у меня на погоне Незнакомая ваша рука. Полный свет тревоги, спит городок. Я услышал мелодию вальса И сюда заглянул по часу. Пусть я с вами совсем не знаком, И далёко отсюда мой дом. Я как будто бы снова Возле дома родного. В этом зале пустом Мы танцуем вдвоём, Так скажи я хоть слову. Сам не знаю о чём, Не слыша, невесом Кружится снег над крышей, Затянут облака Афганский небосвод. Звучит случайный вальс Под модулем, притихшим И под его мотив Приходит Новый Год. Значит, операции, Которых доводилось участвовать, Обе почти, Одному непонятному стремлению и желанию Захватить лазеритовые месторождения Там на перевале между Пакистаном и Афганистаном Шахрону Мунжон называл. Перевал Курону Мунжон. А там было, значит, Большие, Лучший лазерит в мире, Лучший нет. У нас немножечко было где-то в Узбекистане, Но это не тот совсем. Тот стоил 3000 долларов в килограмм. Это такой камень, Цвет такого не знаю, Тёмный, синий. Ну, второй, третий сорт, Похоже, видит Пепс написан, Вот такой с прожилками, да? Светлый, прожилками белыми там ещё. Вон, на Пепсикону внизу, да, Вот там, на том. А если золотыми вкраплениями, Ну, вот тут 3 килограмма. Там, На четвереньках, Как там у нас фильм пока про царскую Россию, Добывали местные. Этот лазерит, Под приглядом французских инженеров, Тащили всё это в Пакистан, Там продавали. Да не надо, Тут не все служили, Не надо этого. Ну, Нет, ну не надо, Потом, Сейчас кончите концерт, Потом найдёте. Нет, ну ты же не видишь лицо своих, Это полчан. Нет, просто полная половина не служили в Афганистане, Так что, Даже больше. А вот, Мы захватили, Войска наши доблести, Захватили этот перевал, Взяли этот лазерит месторождение, Через полгода отдали его опять туда, И он, В 88-м году был второй раз, В 88-м году был второй раз, В 88-м году был третий, Он всё был как и был там. Всё время таскали, Единственное, Штаб героического, Весчон, Сятого полка, Командир Ара Тюня, Он взял, Выложил, Вот, 4 на 4, Перед штабом, Лазеритом этим, 3 тысячи долларов в килограмм, Продавали, Потом на эти доллары покупали оружие, У нас же, В Советском Союзе, На автоматы новенькие брали, Калаши, Прямо с завода, И духом отдавали мятежникам, Вот такой вот парадоксовой, Он обложил такую площадку, И все ему там, По утрам доклада, Далее выходил, Пока не приехал зам, По вооружению Турков, Генерал-майор, Ещё толще посмотрел, Это что такое? Сложил в 10 мешков и ввел с собой, Там всё это делал, Выходил, Лазерит, Вот Лазерит, Значит, Ну, Первая такая песенка, По первым впечатлениям, А? Кого? Арутюняна? Да он военком Армении, Был военком, А сейчас министр обороны, Был, По крайней мере, Три года назад, Кто шел посадить, Он же Арутюнян, Ты че, В Армении, Тем более, Он же, Да, Ну, Я не знаю, Лазерит увезли, Но вертолётчики Успели пепельц наделать, Вазочек наточить, Солдаты тоже тутом, Лазеритом было всё завалено, А меня не было, В этот момент был мой зам по диверсиям, Один оставался, Стаски большой, Расстрелял все эти фотографии Пакистанских матерей с детьми, Просто женщин в красивых платьях, Это нечего делать, Из Макара, И начал писать, Мов ЦК, Предлагая этим лазеритом Вымосить одну из станций новых, Московского метро, Я вернул мне в Кабулю, У тебя там, Иди скорее, Я цвихнулся, Это замк, Замк твое от одиночества, А он на полном серьезе, Ну, не важно, Вот первое впечатление, Когда уже отстыли, Ну, через два дня после всего, Это написано, Поэтому песня стала, Катюш, приветствую, Вот замечательно красивая, Доблестная подруга, И один результат нашего вечера, Это жена Миши, Калинкина, Катя, Ты пришла, Можешь забирать? Мне отдадите. Так, скоро. Так вот, Это первая, Она хулиганская песня, Значит, такая, А вторую, Потом, Поехали, Потому что после войны Пришло размышление Обо всем вот этом. Дыра, Много гор, И высоких перевалов, Среди них, Карамун-жон, Лазурита там навалом, А еще басмачи, Нам их надо выбивать, Басмачи, Афганов, Вашу мать. А еще басмачи, Нам их надо выбивать, Басмачи, Афганов, Вашу мать. Там душванский отряд Под командой Угул Дода, А у них говорят, ДШК и минометы, Только нам, Парванист, Нам на этом наплевать, Перевал ДШК, Твою, Афганов, Мать. Только нам, Парванист, Нам на это наплевать, ДШК, Твою, Афганов, Мать. Вот ракета пошла, Начинаем мы работу, Лезем прямо с борта, Под огонь их пулеметов, Вот теперь поглядим, Кто умеет воевать, Перевал Твою, Афганов, Афганов, Вот теперь поглядим, Кто умеет воевать, Перевал Твою, Афганов, Мать. Нас рассвет застает, Запыленных и уставших, Водка нас не берет, Так что молча пьем запавших, Но зато, Лазурита, Пакистану не видать, Пакистан Твою, Афганов, Афганов, Но зато, Лазурита, Пакистану не видать, Пакистан Твою, Афганов, Афганов, И вернувшись домой, Чтоб не все было забыто, Мы захватим с собой По кусочку, Лазурита, Чтобы вспомнив, Как было, С усмешкой мог сказать, Лазурит Твою, Афганов, Чтобы вспомнив, Как было, С усмешкой мог сказать, Лазурит Твою, Афганов, Афганов, Была потом про ту же самую операцию, несколько лет спустя после «Афганистана» уже здесь. Просто уже как бы сверху, извините, издалека, а не сверху, всю эту ситуацию разглядывая, теперь вот стало, как-то когда я все это вспомнил тогда, и не очень весело это мне стало после. Вот песня под таким впечатлением написана. Перевал Карамун-Жон, ищи на карте мира, на двухсотке он пунктиром тонким дан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло, зимовать на сопредельный Пакистан. Перевал Карамун-Жон, лазуритовые шахты, и рванная тропа по леднику. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, ведут частные и к другу, и к врагу. Перевал Карамун-Жон, здесь веками тихо-тихо, пока катились по морю небес. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико, эхо вторило раскатом АКС. Говорят, познай себя, мы познали много больше, жизнь оценивая заново свою. Что судьбой бывает нить, самой тонкой нить и тоньше, и что счастье добывается в бою. Были звания ордена, были звезды на погонах, но этим не забудется Афган. Сколько там осталось нас, на камнях Карамун-Жона, только в памяти невылеченных ран. Сколько там осталось нас, на камнях Карамун-Жона, только в памяти невылеченных ран. А перевал Карамун-Жон, не ищи на карте мира, на двухсотке он пунктиром тонким дан. Только птицам виден он, что уходят лихо крыло, взимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам видено, что уходят лихо крыло, взимовать на сопредельный Пакистан. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да. Ладно. Там водителям обещал, а тот походил, сказал, что еще проводить еще одну песню, да, поевали для Афганистана. А? И песня начинается с пути. А это же не военная. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не, я оттуда хватил. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, в прошлый раз ты там по просьбе трудящий пытался петь, но я... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я эту песню начал ненавидеть сам. Вообще. Не люблю я песню. Не надо рассказывать, пой. Еще чуть-чуть я не перестану петь. Батальонно разведки, потому что... Давай, давай я другую песню. Переволощены, то засады, то мины, Словно загнанный дышит мотор. Раскаленные ветры и ползут километры Среди серых пылающих гор. Раскаленные ветры и ползут километры Среди серых пылающих гор. Под колесами камень, не шути с тормозами, Ты ведь все же КАМАЗ, а не танк. Раньше в этой кабине ездил Пашка Вершинин, Но не выпустил Пашку Саланг. Раньше в этой кабине ездил Пашка Вершинин, Но не выпустил Пашку Саланг. Где нас только с тобою не мотало войною Мой пропавший соляркой соврат. На восток, по востоку мы мотаем дорогу На израненной пулями скат. На восток, по востоку мы мотаем дорогу На израненной пулями скат. Мы во всех переделках не дорожали в коленках, Приценили отчаянный риск. Нет ни бога, ни черта, только сдавит аорту Промелькнувший в пыли обелиск. Нет ни бога, ни черта, только сдавит аорту Промелькнувший в пыли обелиск. Он за тем поворотом непонятное что-то Стегануло по скалам гордечь. Но не выдай, родимый, нам еще для любимой Надо жиль и надежду сберечь. Но не выдай, родимый, нам еще для любимой Надо жиль и надежду сберечь. Да нас цветами встречали и фугасы рвали, Было дело, хлебнули чудес. Ковыляет бетонка то гордес, то зеленка, То зеленка, то снова гордес. Ковыляет бетонка то гордес, то зеленка, То зеленка, то снова гордес. Перевалы лощины, то засады, то мины, Словно загнанный дышит мотор. Раскаленные ветры и ползут километры Среди афганских стреляющих гор Раскаленные ветры и ползут километры Среди афганских стреляющих гор Вышел из Афганистана каскада четвертого Это не название отряда, это название операции Чекистская войсковая операция, так называемая оперативно-войсковая Последним каскадеру, который покинул, где они были с самого начала Ребята там потом назывались вымпелы, потом одельщебный центр Прямо со штурма, даже еще раньше были до штурма Творца Амин, а это был последний Я спою, потому что у нас вывелись мы в 83-м году Четвертый каскад прекратил существование как бы его подразделения Несмотря на просьбу Индира Ганди на северную провинцию назад править Но тут разведка, первое главное управление решила, что там рай И послали туда их Не надо там было стрелянче И после сына Ганди убили, шофера, потом Ганди саму убили Вот так работала внешняя разведка Без управления силового С Ничего, никаких президентов не умирал, не погибал, никого не расстреляли Вот поэтому последний каскадер Песня грустная на самом деле Вот и все, закончена работа Идет среди афганских гор Каскадер четвертого залета И последний самый каскадер Каскадер четвертого залета И последний самый каскадер Без брони идет, без автомата Весь багаж, рюкзак, да чемодан Парень из четвертого каскада Покидается мартовский алган Парень из последнего каскада Покидает мартовский алган По Кабульскому аэродрому Он и день не чувствует весны За четыре тысячи версток дома И за двести метров от войны За четыре тысячи версток дома И за двести метров от войны Он почти у трапа оглянется Остановится и на момент Отчего-то грустно улыбнется И закурит сигарету Кент Отчего-то грустно улыбнется И закурит сигарету Кент Может, нет для радости причины А может, просто до смерти устал Смотрит он на горные вершины Меж которых жил и воевал Смотрит он на горные вершины Меж которых жил и воевал И когда прервав минуту эту Дружески махнет ему пилот Он щелчком отбросив сигарету Не спеша поднимется на борт Он щелчком отбросив сигарету Не спеша поднимется на борт И подрев турбин родного ила Боевых традиций не забыв Он сбор техникам по кружке шила Без закуски выпьет за отрыв И уже подмирный гул моторов По дорогу к доме и весне Будет спать и видеть сны, которых Никогда не видел на войне Будет спать и видеть сны, которых Никогда не видел на войне Будут в них и рейды, и засады БТР дышащий горячо И блокпост, где все его ребята Живы и не ранены еще Тут блокпост, где все его ребята Живы и не ранены еще Будут снах у каскадера горы Весь дымок айберский перевал Не будите люди каскадера Он свою войну отвоевал Не будите люди каскадера Он свою войну отвоевал Мы все ребята с войной Свою войну отвоевали И живы За тех, кто ушел Мы выпьем Давайте выпьем за тех, кто жив За нас И за таких сотни и сотни тысяч И не важно, какая это была война Печенская, Афганская Абсолютно нет Все мы были, были Народ служивый Служивый Вполняли приказы Давай, перейдем Сразу Дорогие друзья